Всем приветики! Сегодня будем с вами пытаться, с точки зрения индустрии красоты, раскрыть тему Азии. И вот вам, пожалуйста, кардинобокс. Одноименная, с темой Азии, азиатский уход. Хочу вам показать магию, смотрите-ка. Оп! Как все азиатское, кардинобокс тоже должна была быть весьма таинственной. Кто разгадал секрет этого дела, тот молодец. Я не буду вам рассказывать, так интересно. Давайте открывать коробочку. Там дофига всяких приятных штучек. Много масок. Вот у нас тут марочки очень симпатичные в этот раз. Елена Санна приодетая в какой-то кимонок где-то в садах. И вот вееры красивые. А теперь, внимание! Еле уместилось это все в коробку. Она реально вся набита от и до. Так что давайте скорее обозревать. Начнем с клубнички. И это одноразовая, моноразовая маска. Скинфуд. Очень хорошо пропитанная. Увлажняющая. С витамином С. И, собственно, с экстрактом клубники, который этого витамина С содержит очень много. Это такая базовая, быстрая маска. Когда в целом вам никакого специального ухода нет необходимости делать. Не нужно ни очищения, ничего. Вот, пожалуйста, налепили себе маску. Быстренько с ней походили. Кожа более увлажненная. Подготовлена уже к макияжу. Если предстоит тяжелый день, то это вообще хорошая подготовка кожи для того, чтобы она не пересохла в течение дня и в течение всех этих нагрузок. Так, масок у нас в этой коробке много. Давайте-ка наденем повязочку, чтобы не портить прическу. У нее достаточно легкое действие. Не с точки зрения увлажнения, а вообще. То есть вы ее не будете ощущать особо на лице. Она не жжет, не колет, ничего. Просто снимаете кожу более увлажненная, такая гладкая. Плюс она способствует быстрому заживлению повреждений. Ну и вообще, если у вас какой-то неровный цвет кожи, витамин С входящий в состав очень мягко отбеливающий. Конечно, корейцы и вообще корейский уход, он отличается тем, что подход должен быть комплексный. В Корее, например, я несколько раз была и могу поделиться опытом. Принято маски покупать пачками и даже чемоданами. Речи не может быть о том, чтобы купить вот одну такую масочку и все. Потому что если ты покупаешь какую-то маску, действие ее тебе необходимо проверять неделями. И, соответственно, ее необходимо делать, с точки зрения корейцев, каждый день, какой-то длительный период. Ну и вообще, в целом, вот такой формат, как shit mask, да, то есть маска, которая накладывается там на 10 минут, она не является в Корее каким-то специальным уходом. Это как бы база. Ну, то есть это абсолютно такая норма, как чистить зубы, я не знаю, по утрам. Такая же абсолютно повседневная процедура. Я вот очень вам рекомендую к этой процедуре себя приучить, потому что на самом деле результат, он как бы на лицо в прямом смысле будет. Налепили, походили, сняли. Я даже не буду умывать все это дело, просто промокну салфеткой. Следующий продукт в азиатской коробочке – это Эрбариан. Это CC-крем с функцией Red Correct, новый. Очень прикольное средство для тех, особенно у кого краснота. И кто с этой краснотой просыпается в течение дня, у кого кожа быстро краснеет, или есть какие-то такие проблемы, типа купероз, там, воспаления какие-то, которые красным цветом проявляются. Он зеленый, но бояться этого не надо. Полноразмерно, стандартно, абсолютно относительно Эрбариан выглядит вот так. Это большой тюбик. Возвращаемся к самому продукту. Он зеленый, еще раз, но эта зеленца, она очень быстро уходит. У меня нет красноты, как смогу, так покажу. В моем случае, скорее, он будет таким неким осветляющим, потому что все равно какой-то красный пигмент, он в коже есть. Он будет нейтрализовать его и делать просто кожу светлее. Ну, а если вы страдаете покраснениями, нет ничего лучше, конечно же, для нейтрализации, чем зеленый. Но о чем можно говорить? Вы же не будете зеленым намазываться прям, да? И поэтому очень круто, что Эрбариан объединили функцию цветокоррекции с помощью контрастных оттенков, когда мы красный нейтрализуем зеленым, и засунули это в свой классический замечательный CC-крем, который мы и без того так сильно любим. Видите, даже на моей коже, которая с таким выраженным желтоватым оттенком, он все равно не выглядит зеленым. Он распускается, подстраивается под оттенки кожи и просто ее там по центру сделать чуть светлее. Если у вас краснота, то это самый быстрый, простой и очень эффективный способ выровнять эту красноту и сделать тон кожи ровным и при этом еще и сияющим, без слоя штукатурки. Потому что, еще раз напоминаю, что в основе этого классический, уже привычный нам, собравший миллионы хвалебных отзывов, CC-крем Эрбариан с Нателлой Азиатской, с SPF 25, который сам по себе является хорошим уходом для кожи, плюс подстраивается под ее мелкие оттенки, под мелкие неровности и выравнивает. Ну посмотрите, я же просто яблочко наливное сижу. Идеальная кожа. Следующий продукт у нас в коробочке, это Фрэн Вита. Пилинговые подушечки, это находка. Особенно для тех, кто тяжело переносит абразивные скрабы, так же, как и я. Это прямо реально классный концепт. Она такая двухсторонняя. Надеваете ее так вот, протираете беленькое сначала стороной сухое лицо. Оно, конечно, должно было быть без макияжа, но в целом не так это важно. Вон, видите, весь мой CC-крем быстренько очистился. Этот слой как раз-таки очистит кожу, смягчит роговевший слой, подготовит его к отшелушиванию. Губы не трогайте, зоны вокруг глаз тоже не трогайте. А потом розовенькой стороной, она такая более ощутимая уже на лице, не гладкая, а наоборот с рельефом. Помассируйте кожу. Это мгновенное отшелушивание, при этом абсолютно комфортное, без ощущения, что тебя жгут или царапают. И у вас кожа будет идеально подготовлена к нанесению, например, какого-то крутого ухода, интенсивного маски или еще чего-то. Потому что вы, по сути, микроскопический верхний слой сняли. После этого необходимо умыться. Идеально по ощущениям, просто кожа до скрипа, ровная, гладкая такая по ощущениям. Чистая, сразу хочется нанести какую-нибудь масочку. Но с масочкой пока повременим, потому что у нас здесь крем для тела, и это Доктор Джарт. Полноразмерно он выглядит вот так, очень прикольно по дизайну, с помпой. И у него еще в наборе идет гель для душа, просто для того, чтобы вы его попробовали. Это линия Церамидин, очень такая солнечная по своим цветам, заряжает энергией даже с точки зрения цитотерапии. А потом вы его открываете, набираете в руку, и у вас уже заряд энергии ароматерапии. Потому что аромат у него цитрусовый и очень-очень-очень бодращий. Это очень легкий лосьон, и я вообще, на самом деле, хочу признаться, что в последнее время что-то как-то вернуло в свою жизнь именно лосьоны для тела. Наверное, потому что эволюционно они стали более увлажняющими. Потому что я в какой-то момент сидела на густых кремах, на маслах, и вот сейчас замечаю за собой, что все чаще беру какие-то легкие лосьоны или молочко. Не потому что у меня кожа стала сохнуть меньше, нет, я отвратительная сушенка, мне надо много увлажнения. Наверное, потому что появились в моей жизни лосьоны, которые хорошо увлажняют кожу без большого слоя. Это очень удобно с утра, когда тебе практически сразу необходимо собираться, одеваться. Итак, что по лосьону? У него отличная как-то дружба с кожей, если у вас аллергия, если у вас есть какие-то порезы, то он абсолютно отлично подходит. Из названия следует церамидин, что он содержит керамиды, а также масло ши, которое активизирует выработку коллагена, синтез его, ну и, соответственно, обладает хорошими регенерирующими свойствами. Вы меня, конечно, извините, я, может, параллельно ноги себе еще намажу, потому что очень хочется. Если про керамиды, легко и просто, вот представляете, да, защитный барьер кожи, в нем вот периодически образуются некие такие дырочки и бреши. И вот керамиды это такие штуковины, которые эти бреши заполняют, восстанавливая естественный защитный барьер кожи. Вообще, я читала тут недавно статистику, что, исследование точнее, что русские женщины неохотно тратятся на дорогой уход для тела, охотно тратятся на дорогой уход для лица, а вот уход для тела, типа, для тела и так сойдет. Я бы с вами поспорила, потому что здесь дело не в цене даже, а в том, насколько вам продукт подходит. И действительно, ну, ценовая категория всегда будет делать продукт чуть-чуть или сильно эффективнее. Ну, то есть, как бы тут природа ценообразования, она вполне ясная и понятна. Поэтому присматривайтесь к продуктам, в том числе и подороже, потому что надо расти, но, с другой стороны, все должно быть согласно вашему некому капиталу. Исследование просто прикольное было, решила с вами поделиться. Следующий продукт у нас в коробочке — это Biore. Это увлажняющий гель для снятия макияжа. Это для тех, кто очень любит делать все сразу. Не использовать сначала средства для снятия макияжа, потом средства для умывания, а убить двух зайцев одним выстрелом. В полноразмерном своем варианте он выглядит вот так, как, собственно, привычный уже для вас дизайн Biore. Здесь, что важно, у него очень понятное для всех действие — наносите на все лицо, а потом просто смываете водой. На самом деле, несмотря на то, что это гель, по ощущениям у вас по лицу будет раскатываться скорее масляная основа. То есть, здесь концепт, наверное, больше гидрофильного масла геля. Благодаря этому он не сушит кожу, не стягивает ее, очень мягко очищает коры, особенно от стойких средств, таких как BB, CC кремы и средства водостойкого макияжа. Кожа после очищения этим гелем бархатная, такая увлажненная, он не очищает до скрипа, не подсушивает. И вообще, на почти 60% состоит из увлажняющих ингредиентов. Очень приятный запах также, собственно, как и все отдушки Biore. Они очень нейтральные такие, не врываются в вашу жизнь. Очень простой и, собственно, как, наверное, вся концепция Biore. Это очень простые эффективные продукты. Вы уже знакомы с мицеллярной водой Biore, которая оттирает все с вашего лица. Очень классный гель для умывания, который прям реально вот здесь до скрипа могут очистить. Если у кого быстро закупориваются поры и плотная жирная пленка, то вам прям классно подойдут эти средства. И вот такой вот очищающий гель. Пойду его водичкой смочу и смою. Двигаемся дальше. Следующий продукт у нас в коробке. Это полноразмерный продукт. Это бренд Ayumi. Корейский. И это гидрофильное масло с таким пинищимся бабл эффектом. Я, кстати, вот только сейчас до меня дошло, что Ayumi это типа А-Ю-Ми. Это как разговор с отражением в концепции бренда. Ну, типа, ты это я, я это ты. Прикольно, как у... Как кто пел эту песню? Мурат Насыров. Как Мурат Насыров. Я это ты, ты это я. В общем, наносим на кожу, массируем. И в тот момент, когда мы добавим воду, появится пушистая, припушистая пенка. Мне это нужно будет сделать в ванной, потому что здесь у меня воды нет. В общем, добавите воду, помассируете и смоете. И будет у вас офигенно чистая кожа. Этот гель очень круто очищает, при этом без каких-либо дискомфортных ощущений. И действительно, после умывания полное ощущение, что кожа прям чистая, пора затянутая, она такая вся ровненькая. Отлично подходит для жирной кожи, для тех, кому необходимо вот эту вот жирную пленку разбивать. Вот этого геля отлично получается, при этом нет необходимости прикладывать никаких особых усилий. Ну и он помогает очищать кожу от остатков самого стойкого макияжа, типа корейских бибикремов, которые как прибитые на вашей коже, и потом не ототрешь их. Ну и плюс такое успокаивающее, противовоспалительное и антисептическое действие этот гель оказывает в том числе. Пойду смывать, массировать так можно минутку, а дальше уже необходимо добавлять воду. Прекрасно, ощущение просто очень чистой, очень гладкой кожи. Сразу хочется нанести сыворотку, и благо она у нас следующая в коробочке. Сейчас я покажу, как выглядит миниатюра, это It's Skin. Вот такая вот малышка, но на самом деле для миниатюры нифига не малышка, потому что здесь большой объем, тем более что расход у нее не огромный, незначительный. Полноразмерно она выглядит вот так, ну видите, да, что эти объемы грандиозно не отличаются. Понятное дело, что полноразмерка больше. Для использования вам хватит полпипетки на все лицо. Кроме одной пипетки миниатюры, будет идеально на все лицо. Нанесем, чуть-чуть похлопаем. Вообще у It's Skin целая линейка таких сывороток, они разные по цветам, с разным фокусом действия. Это, к примеру, увлажняющая. Она гелевая, такая немножко жидковатая, впитывается мгновенно, даже хочется нанести ее несколько раз, особенно когда только начинаешь пользоваться, потому что кожа буквально ее пожирает, по-другому не скажешь. После ощущения нет никакой пленки, нет ощущения вообще, что вы нанесли какое-то средство. Просто кожа, такое чувство, что вы умылись, и она более увлажненная. Она устраняет сухость, очень хорошо помогает справляться с шелушениями, всякими различными результатами негативного воздействия окружающей среды, и в целом нейтрально к остальному вашему уходу. То есть вы можете использовать ее после очищения или, например, после тонизирования в качестве первой ступеньки увлажнения в дополнение к своему уходу. По сути, она просто наполняет кожу влагой. Это основное ее действие, которого очень часто в кремах или в каком-то уходе, который вам нравится, недостаточно. Просто такое чувство, что хочется способность увлажнять кожу, немножко повысить. Вот это как раз-таки то средство, которое повышает эту возможность. На месу еще у меня сухая кожа. Двигаемся дальше. Дальше у нас в коробке мягкий гель-пилинг с аха-кислотами. Этот бренд называется Rozet. В очень трушной японской упаковке. Полноразмерно он выглядит вот так. Я обожаю токийский дизайн, я его называю. А вообще, на самом деле, глядя на эту упаковку, вдохновилась и подумала, что, блин, надо съездить в Японию. И еще раз окунуться в магазины бесконечного вот этого вот графического, даже не знаю, как правильно сказать. Ну, скажем так, графической эстетике японского дизайна. Гель классный. Наносится он на сухую кожу. У него очень низкое содержание аха-кислот. За счет этого он очень-очень нежно отшелушивает кожу. Вы можете использовать его не только на лице, но и, в принципе, на тех участках, на которых требуется отшелушивание. Нанесли, погладили, начнете естественным образом скатываться. И удаление вот этих как раз-таки всех роговевших частиц происходит очень-очень-очень бережно. И что классно, то что, по сути, удаляются они только там, где они есть. Вот, например, чувствую я, что в центре лица возможности для того, чтобы этот гель показал все свои таланты, больше. Это еще один такой специфический продукт, логичный на азиатском рынке для тех, кому не подходит удаление роговевшего слоя с помощью абразивных частиц. За счет отшелушивания он немного отбеливает, сглаживает всякие там мелкие переходы пигментации, выравнивает рельеф. И вот так же, как подушечки, которые я вам уже показывала, идеально в качестве продукта, подготавливающего кожу к нанесению маски. Очень круто еще использовать на локтях, коленях, ну, то есть во всех тех местах, где кожа крупеет максимально быстро. Я его даже использую на пяточки любимые, для того, чтобы между педикюрами поддерживать вот нежность кожи. Пойду смывать прелестно. Маска Japan Girls. Это в продолжении японского дизайна. Обожаю, просто обожаю, обожаю это все. А это у нас маска с гиалуроновой кислотой, увлажняющая. Japan Girls это лидер в Японии по производству масок для лица. Они вот реально в каждом магазине там огромными пачками висят, это я вот свидетель. В основе всех масок это обогащенный киалоген, гиалуроновая кислота, керамиды, в общем, классика азиатского ухода. И за что эти маски я люблю, это то, что основа у них хлопковая. Есть один минус, их надо очень аккуратно вот раскрывать, иначе они порвутся. С другой стороны они очень плотно прилегают и очень приятные на ощупь. Под глазки прижмем поплотнее, чтобы кожа увлажнялась. Маска очень хорошо прилегает, у нее классная форма, потому что форма вот этих масочных основ, они, знаете, друг другу рознь, и иногда маска просто сползает. Нет, она плотно сидит. Она очень хорошо пропитана своим вот этим увлажняющим составом, но при этом он не течет, и за счет вот этого плотного прилегания впитываемость она выше. В этом, кстати, есть концепт. Мне рассказывали, что эта маска вырезана по 3D-модели лица, поэтому она так удобно приклеивать, потому что повторяет, естественно, изгибы разных форм лица. Это, кстати, тоже к вопросу о регулярном уходе. Это маска не специального действия. Это маска, которая должна по-хорошему являться, ну, неким таким базовым уходом повседневным на 5-10 минут налепить и прям даже приучить себя к этому. Потому что действительно результат, он сразу становится заметен. Кожа действительно более увлажненная, и у вас в течение дня и макияж не будет пересыхать. Если вот в такой период, когда кожа сохнет и вот, например, какой-то гиперкератоз проявляться начинает, то увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой – это суперклассное средство, которое помогает коже вот здесь сейчас восполнять эти запасы влаги. У подобных масок нет накопительного действия, поэтому я очень рекомендую проходить их хотя бы недельным курсом, а лучше двухнедельным, а лучше, в принципе, там каждый день использовать. Они недорогие, есть упаковки по 30 штук на месяц, которые еще дешевле получаются, причем дешевле, там, в 2-3 раза. И вот каждый день и делайте. 5-10 минут достаточно. Я вот как да как, иногда умываюсь после этой маски, иногда сразу тоником протираю, а иногда просто промакиваю салфеткой и так немножечко вбиваю пальчиками ее состав как тонер и наношу уже увлажняющее средство. Эффект, в принципе, всегда более-менее знаковый, кожа просто более увлажненная, более эластичная. Вы выбирайте, как вам уже будет удобнее, как вам больше нравится. Снимаем. Следующий продукт у нас в коробке, это прикольный очень бренд, называется ИУ. И здесь две маски, а это, по сути, как полноразмерный монопродукт. Маски кислородные, с кислородными масками вы уже знакомы. Давайте возьмем очищающую маску с древесным углем. Вторая маска в коробке, это маска с муцином улитки. Просто я подумала, что черный цвет, он прикольный. Быстро наносим маску, слишком сильно нитритить, то есть широкие у вас такие должны быть движения. Начнете растирать, она и пенится у вас, начнется сразу. А вам надо сначала ее распределить. Все, сидим, обрастаем бородой и пока немножко про эти маски поболтаем. Пузырьковые маски, помимо своего прямого действия, очищающего или увлажняющего за счет состава, они еще и физическое воздействие оказывают на коже за счет образования этих пузырьков. Вот сейчас у меня лицо все чешется и так щекотно. За счет вот прям самого формирования этого пузырька и того, как он лопается, у вас такое происходит, микромассаж на коже. Плюс кожа обогащается кислородом, это просто напрямую логика. И здесь, на самом деле, я бы хотела сразу на защиту таких масок сказать, что это действительно действие, которое вы будете ощущать, и вы будете видеть его как результат на своей коже. Много есть мнений, что это типа маркетинговая такая просто вся. По приколу эстетика, типа вот были у нас просто маски, теперь у нас маски, которые пенятся. Если вы попробуете, вы поймете, в чем здесь прикол, потому что они действительно вот это немножко покалывающее, с щекоткой, чувства вам дают, и это, ну, очень круто воздействует на кожу, заряжая ее, она реально выглядит лучше. Ту маску, которую я делаю, это маска, собственно, с древесным углем. Она очищает, она отшелушивает. Сам по себе древесный уголь, ну, уже давно известен со своим положительным воздействием на кожу, потому что он выводит токсины, делает кожу матовые, отбирает излишки кожного жира и жирный блеск. В золотой упаковочке маска, она уже имеет омолаживающее действие, она с функционом улитки, а он, в свою очередь, дает очень мощное заживляющее действие, регенерирующее, ну, и как анти-эйдж-компонент, один из, наверное, таких на пике популярности сейчас и является основным ингредиентом, омолаживающим во всем, мне кажется, концепте азиатской косметики. Муцин улитки, в принципе, такой, знаете, все самое лучшее сразу, вот такой у него принцип. Он и расширенные поры сужает, он и отбеливает, и отшелушивает, и помогает рассасываться мелким каким-то рубцам и шрамам, шелушение устраняет, покраснение снимает, и буквально запускает механизм омоложения. Кожа действительно становится лучше, визуально лучше, по ощущениям лучше, более упругой, более такой, знаете, плотной, натянутой. После того, как маска полностью распузырится, вы ее немножко помассируете по лицу, чтобы дать дополнительный массаж, и смываете себе. Как щекотно в некоторых местах, вы даже не можете себе представить. Все, не могу терпеть больше, очень уж мне щекотно. Давайте помассируемся и пойдем смывать. Ой, как хорошо, как хорошо почесаться в тех местах, где очень чесалось. Умоюсь и вернусь. Идем дальше, и, наконец-то, у нас в коробочке кое-что для зоны вокруг глаз. Внимание сейчас! Миниатюра, большая тюра. Разницы практически никакой. Это лимонинь. Гель для зоны вокруг глаз с муцином улитки. Продолжая, собственно, эту тему. Муцина улитки. Давайте о ней поговорим подробнее. Вообще, что такое муцин? Да, это один из основных компонентов, который входит в улиточную слизь. Звучит для многих, наверное, странно и вообще такое, типа, дело это не для слабонервных. На самом деле, улиточный муцин – это одно из таких самых главных увлажняющих и вообще, в принципе, воздействующих на кожу средств, компонентов, ингредиентов, если хотите так назвать. В азиатской косметике. Лимонинь – это бренд, вообще, ядерная смесь, итальянско-корейский. Тот еще, да, коктейльчик? И он очень концентрированного действия. В смысле, не бренд, а вот этот вот крем-гель для зоны вокруг глаз. Потому что действуя его, вы начнете под своими глазами чувствовать сразу. На подвижную зону, вот сюда, не наносим и близко к слизистой тоже не подходим. По сути, вы как будто бы вокруг глаз обводите очень аккуратно вот здесь, потому что близко внутренний угол глаз. Больше вот ходите по вот этой вот косточке, потому что здесь формируются мимические морщинки, которые будут разглаживаться. И отсюда, собственно, будут уходить темные круги и какие-то отеки. Это, наверное, три основных фактора, на которые воздействует этот крем. Омолаживающее действие, осветляющее против темных кругов и такое лимфодренажное против мешков под глазами. И действие это сильное. И здесь есть два классных действия. Первое, это быстрое. И это, на самом деле, ну, очень классное средство, мне кажется, для визажиста, потому что зона вокруг глаз, она всегда проблемная. Там консильеры раскатываются, там, вот, иной раз макияж, наверное, даже больше старит, чем молодит. Благодаря тому, что слишком заметен в этой зоне. И это круто для подготовки кожи к макияжу, потому что он не оставляет после себя слоя, и консилер не будет скатываться, но при этом действие будет быстрое. Единственное, сразу предупреждайте клиента, что он будет чувствовать его действие. То есть это такое легкое даже жжение, может быть, но совсем чуть-чуть. И если человек будет к этому готов и понимает, что у него просто сейчас очень эффективное концентрированное средство, то он и отреагирует на это нормально. С другой стороны, есть воздействие, в принципе, на кожу, как повседневный уход. Если у вас здесь есть морщины, которые необходимо разглаживать, если у вас есть какие-то припухлости постоянно, если вы просыпаетесь, у вас глаза не открываются от отека, то, соответственно, вам прям прописано, и можете добавлять к своему уходу, потому что, в целом, я же все тестирую. Сама говорю о том, что нужно использовать все линии, я сама чего попала на себя наношу, чтобы протестировать как можно больше продуктов. Я хочу сказать, что он отлично сочетается с другими продуктами, нет для него в этом никакой проблемы. Еще одна маска, она в коробочке во многом еще потому, что она прикольная. Называется она карнавальная маска с экстрактом жемчуга и меда. Это бренд Mimian. Прикольный, потому что, помимо того, что имеет свое эффективное действие, он еще и прикольный по дизайну. Так что, если вы не знаете, в чем пойти на карнавал, вот вам идея. И увлажнение хорошее, и, в принципе, вполне себе с дресс-кодом совпадаете. Из всех масок на вот такой вот нетканой основе, это самые инстаграмные маски, потому что они очень круто сидят, и реально полное ощущение, что ты в карнавальной маске. Ну, а давайте чуть-чуть к ее действию. Как я уже сказала, эта маска на основе экстрактов жемчуга и меда. Она дает разглаживающее действие, дает отшелушивающее действие и такое быстрое восстановление и увлажнение. Вот как и предыдущие коллеги этой маски, ее классно использовать перед макияжем, для того, чтобы освежить кожу, подтянуть ее, чуть-чуть разгладить, сделать ее более увлажненной. Пока будете фоткаться в инстаграм и снимать какие-нибудь забавные видео, в принципе, действие маски уже будет реализовано на вашей коже, и спокойно снимите ее, выбросите, можете, если хотите, переложить на какие-то еще сухие участки кожи, как я часто рекомендую. На лице полежала маска, на колени переложите, там тоже необходимо увлажнение, тем более, что они одни из первых вместе с шеей начинают выдавать ваш возраст. Ну и обратите внимание на сам бренд, если вы хотите каких-то прикольных масок, то там очень много клевого, всякого дизайна. Следующий корейский бренд и корейский продуктик, это Beauty Bar. MaskMe маска для того, чтобы с ней спать. Смотрите, это яичко маленькое, с маленькой ложечкой. Она такая малышка и очень удобно. Берем ложечку, которая здесь в упаковке, открываем маску. Она двухкомпонентная, прозрачная и желтенькая, очень похожа на перепелиное яйцо. Перемешиваем эти компоненты, чтобы их активировать. Она станет такая нежно-желтенькая вся. И вот ее уже наносим на кожу. Пальчиками распределяю и оставляем на ночь. С ней не нужно сразу же бежать спать, портить свое постельное белье. Подождите, пока она немножко впитается. Нанесите также на шею, потому что той дозы, которая есть в этом маленьком полу яйца, вам хватит и на шею, и на декольте. И на самом деле форма этого перепелиного яйца не случайна, потому что здесь экстракт этих самых перепелиных яиц. Точнее желтка. А он в свою очередь увлажняет кожу, тонизирует ее, плотность ее улучшает. И в том числе нормализует секрецию сальных желез. И улучшает цвет лица, делает его матовым, но при этом не пересушивая. Вот для тех, у кого жирная кожа, это тоже прямо по адресу. Она достаточно быстро впитывается, поэтому я и говорю, не ложитесь сразу с ней спать. Походите так, потом можете даже чуть-чуть промокнуть салфеткой и уже не смывать. Ночью она будет дополнительно воздействовать на кожу. Проснетесь, а у вас с утра поры будут затянуты. Очень красиво. Я вот в принципе могу ее просто чуть-чуть промокнуть и оставить на коже. Пускай работает. А мы с вами добрались до финального продукта в нашей коробке. И он, не поверите, ни маска, ни крем, ни патч, ни... В принципе, средство для кожи, потому что это средство для зубов. Это зубная паста Perio. Хороший travel size, 20 миллилитров полноразмерно. Вот так вот выглядит. Что нам нужно знать с вами о корейском уходе за зубами? Первое, что в этой зубной пасте бамбуковая соль, почему нет? И экстракт жемчуга, который отбеливает зубы. Вообще, это достаточно знаменитая паста Perio, бренд, который входит в состав конгломерата LG. Внимание, да, LG, телеки и вот зубная паста. В целом, тоже почему нет? Сама по себе зубная паста, как формула, запатентована в 10 странах. И там очень сложный концепт. Осадочная соль с морского побережья запечатывается в трехлетнем бамбуке. Потом миллион раз обжигается и выдерживается в высоких температурах. И в результате получается соль, насыщенная микроэлементами, которая очень благоприятно действует на десна и действует на зубы, защищая их от корреса. Особенно это касается тех, у кого чувствительная эмаль. Собственно, ради вас все эти манипуляции были. Это такой комплексный уход, помимо воздействия на зубы отбеливающего и заполняя мелкие какие-то трещинки и снижая чувствительность зубов, она еще очень круто влияет на десна. И я вот буду прям топить за десны, потому что здоровые десны, здоровые зубы и оттуда красивая улыбка и красивая вы. Поэтому очень важно за этим делом следить и использовать продукты прямого воздействия на снижение кровоточивости десен, на снижение воспаления, чувствительности и так далее. И тем более, что это вполне себе недорогая зубная паста. Поэтому пробуйте. Ну что, пора мне с кимоно-то, мне кажется, выползать уже. Коробка у нас подошла к своему логическому завершению. Вам что желаю, знакомьтесь с азиатским уходом, что это очень прикольно. Всем рекомендую съездить хоть раз в Корею, в Японию, потому что это прям life-changing. Это настолько прикольно, что даже описать сложно, как там все мигает и горит. И вот для того, чтобы понимать, корейский уход или японский, там, конечно же, хорошо бы побывать, но в целом, когда у вас целая коробка азиатских, исключительно азиатских средств, то вы к финалу уже реально понимаете, что к чему и насколько многоступенчатые, насколько даже многострадальные в каких-то моментах азиатский уход. Насколько серьезно и с таким глубоким погружением вопрос корейцы и японцы относятся к производству декоративной косметики и к ее использованию. Я вот вам без шуток серьезно рассказываю в магазинах косметики. В Корее маски продаются чемоданами по спеццене, прям с чемоданом. Прям чемодан, который идет тебе в подарок, потому что ты купил столько масок, которые полностью забивают этот чемодан. И чтобы тебе было удобно нести, тебе компания дарит чемодан, потому что тебе нужно много масок. Вот так вот происходит сбыт и потребление косметики в Корее, например. В Японии то же самое. В общем, хорошего настроения, ровной кожи, муцинов, улитки вам налицо. И будьте здоровы, будьте красивы и будьте вечно молоды. Всех целую, всем пока!